Микс Ньюс Блондинки не шутят На радио Болтком По пятницам после шести вечера Тема программы Индекс счастья Здравствуйте, снова пятница В студии Елена Лукьянова Кюля Писподь Сегодня мы поговорим о счастье О чем еще можно говорить в пятницу Потому что солнце светит, море близко Впереди выходные Завтра будет очень тепло У нас в студии, да даже если бы было холодно Опять же, мы сейчас выясним Счастье это или нет, как ты воспринимаешь этот мир Что для тебя счастье Считаете ли вы себя счастливыми Что вам нужно для этого Телефон прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Звоните, рассказывайте Разобраться в этом нелегком вопросе Нам помогут наши эксперты С нами в студии Мария Шумихина Психолог, член управления Международной ассоциации Психоанализа и бизнеса Организации И организации И Майя Гуревича, врач-эндокринолог Здравствуйте, дорогие девушки Очень красивые вы Да, у нас сегодня две блондинки, две брендинки Здравствуйте, очень красивые блондинки Ну вот, расхожее определение счастья Что это состояние человека Которое соответствует наибольшей Внутренней удовлетворенности Условиями своей жизни Осмысленности этой жизни Самореализации в этой жизни Вообще-то психологи начали всерьез заниматься Изучением счастья Как бы это странно ни звучало Всего-то четверть века назад Если я не права, Мария меня поправит С тех пор Достаточно много уже собрано материала И в принципе даже существует уже индекс счастья Который заявлен в названии нашей программы По которому определяются там несколько аспектов По которому суммируется Определяется на каком уровне счастья Находятся люди, живущие в той или иной части света Или в той или иной стране У Лены есть данные даже Но на самом деле индекс счастья Начал замеряться не так давно Этому не больше 15 лет Критерии еще не очень отработаны Но главное начать Это входит в ежегодный доклад ООН На 18-й год Самый высокий индекс счастья То есть самые счастливые страны Это Финляндия, Дания и Норвегия Из 156 стран Которые обследуются ООН на индекс счастья Например, Россия находится на 68-м месте По индексу счастья Литва на 42-м Латвия на 53-м Эстония на 55-м Ирландия, куда больше всего едут латыши На 16-м А США только на 19-м месте Вот такая вот история Но я, честно говоря, посмотрела Поскольку этот индекс Только-только-только начинает разрабатываться В общем, он о чем-то о вечном Насколько стабильны условия существования Насколько есть социальная помощь И, в общем, речь идет о том Что люди хотят прожить долгую Успешную, стабильную жизнь Примерно пока это так Я считаю, что это пока еще На уровне кончиков пальцев Но у счастья есть очень много других Казалось бы, аспектов И все мы рано или поздно задумываемся Счастливы мы или нет И каждый ищет свой путь счастья Я, например, Почему мы попросили доктора поучаствовать Считаю, что, наверное, есть гормон счастья И почему мы доктора-эндокринолога Позвали в этот эфир Потому что я считаю, что каждый человек Это маленькая гормональная лаборатория Но я не уверена Я не уверена У меня есть свои какие-то данные, критерии Я счастлива Я, честно говоря, даже это передавила Дала мне возможность подумать о том Что для меня такое счастье Если будет время, я об этом скажу И тогда все-таки ждем определения От наших экспертов Маш, может вы со своей точки зрения С точки зрения психолога, практикующего Расскажите, с какими критериями счастья Вы сталкиваетесь у пациентов Ну, может быть, критерии счастья Это очень конкретное что-то должно быть Может быть, даже измеримое Но то, чего люди больше всего хотят Для своего счастья Это понятные картинки будущего Достаточно определенной Ну, то есть, и это включает в себя Безопасность, в том числе экономическую Психологическую тоже И близость с другими людьми Ну, и дальше в это включается уже здоровье Ну, близость с другими людьми Имеется в виду здоровые, благополучные отношения Ресурсные и так далее Вот, и в это включается здоровье И какая-то такая уверенность Что там, ну, допустим, с детьми И будет все в порядке Да, вот какие-то такие вещи Мне кажется, больше всего людей волнует Из того, что я вижу Да, но с другой стороны Если посмотреть Вот вы говорите там, да Главное стабильность Главное понимание Куда ты движешься Что ты куда-то движешься, да У нас есть условная стабильность в России 20 лет Понимание, что оно никуда, ничего не движется Стоит на месте Крепко стоит Счастье это не прибавляет точно Я добавлю еще один фактор Я сейчас скажу по поводу стабильности Я думаю, почему я привела этот критерий Как значимый, да Потому что мы все имеем дело с людьми Которые прошли через сложный опыт перемен И, ну, вообще понятие картинки будущего Да, как бы вот такой вот Который хочется идти Это, ну, как бы это важнейший такой момент Но если в твоем будущем Хотя бы не будет того травматического опыта Через который ты там когда-то проходил Вот, то это уже для многих хорошо В этом смысле те самые 20 лет Многими могут оцениваться как благополучные Ну да, у китайцев есть поговорка Что я пожелаю своему врагу жить во временной перемен Да Или, например, следующая поговорка Что нас не убивает, то делает нас сильнее Нужны нам перемены для того, чтобы оценить счастье Вот, например, мы понимаем Через прошествие какого-то количества времени Мы понимаем, что мы прошли через какие-то там Аты Израиля Но вдруг сейчас мы понимаем О, это было не зря Мы вот выросли, мы чего-то закалились И вот сейчас я могу оценить то, что у меня есть Потому что я уже могу сравнить Не ровную поверхность стола А где-то взлеты, где-то падения Это, безусловно, очень значимо Но это требует некоторой Все-таки личностной зрелости Для того, чтобы иметь возможность Сравнивать, ну, там, как-то свою жизнь На протяжении какого-то времени анализировать Осознавать эти процессы То есть, скажем так, многие люди Они оценивают все гораздо в режиме таком сиюминутном И здесь имеет значение, например, очень большой Очень значимый фактор в том, может ли человек Чувствовать себя счастливым Это способен ли он испытывать благодарность вообще Не только конкретным людям Да, ну вот Тут большой такой комплексное психологическое явление Но вот почему сейчас очень рекомендуют Использовать такую вещь, как практика благодарности Это когда ты каждый день вспоминаешь И ощущаешь ее как-то Ну, насколько я знаю, может быть Доктор скажет Видит ли он конкретные какие-то Может быть, исследования, касающиеся Измерений этого процесса Ну, то есть, что там происходит с мозгом, например При такой направленной медитации Но с точки зрения психологии Это очень полезно И на людей оказывает очень хорошее влияние Ну, так а что скажет доктор нам? Доктор скажет, что, в принципе, я как эндокринолог Мне тяжело рассуждать про то, что происходит В нашем мозгу, в нашей голове Потому что различаются все-таки гормоны Те гормоны, которые наши железы выделяют Это действительно скорее наше физическое благополучие Физическое здоровье А в обсуждении счастья Это скорее вопрос нейрофизиологу, нейропсихологу Что там выделяется? То есть, счастье, оно в голове? Оно скорее будет, да Оно первичное, но, конечно, идет из головы С самоощущения, правильно? С одной стороны Но, наверное, также Ну, то есть, я была очень рада Ну, потому что Я знаю поверхностно, да Но, то есть, что вот Есть необходимые микроэлементы, да Без которых никакого счастья может не быть То есть, это витамин D Это группа B и магний Кстати, говорят, что в Латвии по D сильные провалы Населения по витаминам Очень большой провал Я сама делала исследования по Латвии По D витамину Конечно, там провал большой Но, конечно, у нас есть, например, исследования Которые показывают, например, те, кто принимали D витамин У тех лучше, там, когнитивная функция Сознательная функция, да Меньше риска депрессии То есть, мы тоже можем подтянуть под это счастье Что, на самом деле, те, у которых хороший уровень D витамина Те будут счастливее Но я думаю, что это тоже идет из-за того Что физиологически ты себя чувствуешь более здоровым Когда ты чувствуешь себя здоровым, мне кажется Когда ты доволен тем, что ты идешь И у тебя нет одышки Или не болит коленка Или что это тоже счастье, в принципе Плюс еще все остальное психическое По остальным элементам По B группе, по магнию Они, в принципе, если правильно, нормально питаться Нет необходимости это все принимать дополнительно Вот D витамин, ну, в таком смысле провальный D витамин Потому что он производится в коже на солнце А солнце, не смотрите так Да, у нас солнечно, но у нас солнце идет под косым углом Кожа у нас не появляется, он очень плохо появляется Поэтому это единственное, что мы не можем наесть Поэтому надо принимать таблетки Все остальные витамины не вижу необходимости на самом деле То есть угол падения солнечных лучей Вот оно счастье Нужно вычислить правильно Угол падения солнечных лучей Выпить горсть витаминок И будет тебе счастье Давайте послушаем Дозвонившихся Алло, здравствуйте, мы вас слушаем Добрый вечер Вы знаете, много-много лет назад В Новом мире я прочитал Константина Симонова Там небольшая была у него Значит, статья о том, как он встречался с Твардовским В подмосковной больнице, я подзабыл уже Какая-то Твардовский умирал от рака В молодости Твардовский гнул пятаки Вязал гвозди, связывал узлы там, да Был такого могучего человек телосложения И когда его увидел Симонов, он его не узнал Потому что абсолютно высох человек Ну, уже почти сухой был Так вот тогда Симонов написал Четверостище, простите, что я его подзабыл Но смысл этого черностища был такой Я жил и просил у Бога легкой жизни А просить надо было легкой смерти Так вот, как соглашусь с вашей участницей Там вашей дискуссии Которая там про колено вспомнила Я бы сформулировал так Счастье – это когда минимальное количество несчастья у человека И тогда он должен быть счастлив Потому что несчастье, к сожалению, нас преследует чаще Чем ощущение счастья Большое спасибо, будьте здоровы Это, я так понимаю, это главное Давайте быстренько еще послушаем второй Алло, здравствуйте Алло Алло, это я у вас? Да, это вы у нас Да, ну я коротко Вот не кажется ли вам, уважаемые дамы Потому что как только человек первый раз серьезно задумывается о том, что такое счастье То счастье закончилось То есть счастье любит тишину Вы это имеете вину, наверное Слушайте, дорогие девочки Получается, что счастье в основном зависит от конкретного человека От меня Не от обстоятельств внешних Ну то есть как бы индекс счастья насчитывается как раз Ну по страновой Насчитывается по внешнему обстоятельству Я не знаю, социальное обеспечение, экология, экономика и так далее А мы с вами пытаемся, видимо, нащупать, что все-таки это все внутри Что мы выращиваем его Я думаю только, что мир выработал одно универсальное несчастье Универсальное, абсолютное, которое никем не принимается как счастье И вот уже более полувека с этим потенциальным несчастьем борется эта война Вот тут вот точно И вот все усилия всех стран предотвратить любую войну и человеческую гибель Потому что война – это всегда несчастье Вот тут Это ремарка моя А так, наверное, да Это внутреннее состояние человека Кому что нужно для счастья Мы вот задавали вопрос слушателям Мало кто ответил на наш вопрос Ну вот кто-то написал, что для Одна девочка написала, что для нее счастье – это долгие путешествия И другой человек написал, что для него счастье – это наличие вокруг единомышленников Понимающих его людей Помните замечательный фильм «Доживем до понедельника» Где счастье очень короткой фразой обозначено Счастье – это когда тебя понимают Да, наверное, это Я не соглашусь с нашим звонившим слушателем Что это такая парадоксальная Парадоксальное было высказывание Как только мы задумались о том, что такое счастье, оно закончилось Думаю, что нет Думаю, наоборот Что если мы глубже и глубже будем задумываться о счастье То оно будет у нас многогранней Ну, я думаю, что как метод это неплохо Но вообще, где-то я с ним соглашусь Что когда человек начинает задумываться, что это такое То, скорее всего, он пережил что-то перед этим Что он хочет компенсировать достижением счастья Ну, то есть, какой-то болезненный опыт, скорее всего Потому что тот человек, который достаточно счастлив Он, правда, думает про какие-то другие вещи Ну, то есть, его это... А это мы не путаем сейчас счастье с мечтой? Ну... Или это все-таки одного порядка понятия? Вот есть такая штука, как вот это вот фантазирование о будущем Там вот про мечты, там может быть много чего, да? В конечном итоге это все равно Человек мечтает о том счастье, которое он... Вот о своем представлении о счастье Но он может его чувствовать и просто так Безо всяких мечт Простое, какое-то насущное Во взаимодействии с близкими и так далее Я много сейчас каких-то проектов идет по теории привязанности Которая описывает наше взаимодействие с другими людьми, да? Такая очень мощная теория Вот И там и на физиологическом уровне показано, как меняются люди Когда есть эти близкие отношения И ты в них уверен Там много всякого включают в себя Как измерить счастье И может ли оно расти И живут ли счастливые люди дольше Мы узнаем буквально через пару минут Не переключайтесь Слушайте, я прочитала ужасно интересное исследование Перед нашей программой О том, что американские психологи Попросили участников исследования Оценить уровень счастья у тех, кто обделен судьбой Ну, по нашему мнению Обычному, обывательскому То есть там инвалиды, безработные, психически больные люди В Африке в основном проводились эти исследования Затем сравнили эти результаты с реальной картинкой И вот тут шок видео Большинство опрошенных считали, что такие люди просто не могут быть счастливыми Априори А на самом деле Среди этих людей Ну, как нам кажется Обделенных судьбой Намного больше счастливых Чем простого обывателя Живущего там Живущих в каких-то там Центральноевропейских Вполне себе зажиточных странах То есть мы думаем о людях Что они несчастны А они счастливее нас Это значит, что мы берем во счет только Что счастье это Окружающее благосостояние Это же очень часто Миллионер, разве самая счастливая будет? Очень часто говорят, например, не в деньгах счастье Окей, но всем очень хочется их Потому что кажется, что как раз с ними придет то самое благополучие Ты сможешь приобрести себе то самое счастье, какое ты хочешь Я не знаю, маленький домик или большой остров Джет Одиночество или наоборот большую компанию А потом эта собственность становится твоей абузой страшной Ну это я не знаю Не было у меня такого опыта пока Но вообще считается, что все-таки Ну то есть последнее исследование показывает Что все-таки есть корреляция между благосостоянием И вот сам индекс счастья Там есть как бы как экономическая составляющая Так и уровень субъективного ощущения в этих странах Как его там меряют, точно я не знаю Возможно так же, как вот в этом исследовании Которое цитируете Но что есть связь между наличием денег И уровнем счастья Вопреки там всяким отрицаниям Но по американским исследованиям Вот уровень счастья растет Примерно до 75 тысяч в год А потом примерно плюс-минус Большой разницы нет Это мне один большой олигарх так говорил Говорит, вот до 300 тысяч, когда у тебя Ты умеешь наслаждаться этими деньгами Потом тебе уже все равно То есть уже никаким образом У тебя твое благосостояние Ну твой быт Твои привычки Это работные Они уже не меняются То есть уже неважно У тебя там ярды какие-то пошли Или миллионы остались Вот 300 тысяч Это вот примерно так Это вот интересно 300 тысяч, наверное, когда не надо бояться О том, что у тебя завтра кончатся деньги Вот у меня, например, страх Детский страх абсолютно бедности Там у бедного студенчества И потом там очень долгой бедной жизни И так далее Я физически боюсь, что в кошельке закончатся деньги Вот прям физически Вот мне нужно, чтобы там кэш лежал Понятно, что весь мир уже живет на карточках Там, да, на биткоинах На чем угодно Но вот если у меня в кошельке нет бумажки У меня паника начинается Это еще приятное физическое ощущение Да, да, да Не просто какие-то цифры смотришь Заякорены мы, да, в этом смысле Конечно Но вообще присутствие телесное В том, ну, как бы В измерении счастья Оно очень важно Почему сейчас люди, которые очень много проводят Ну, в такой интеллектуальной деятельности В виртуальной реальности там и так далее Они как раз очень часто страдают От дефицита вот этого ощущения удовольствия Они там не чувствуют времени Там ничего такого, да Потому что тело выключается Вот наверняка Майя может Что делать, чтобы ему включить Майя? Да есть гормон счастья Гормон счастья есть, доктор? Но все-таки Как вот опять-таки сказать Конечно, нейропсихологи вам скажут Скажут, что есть гормон счастья Они очень много и разные Но у нас не один гормон Наша нервная система вырабатывает много разных И серотонины, эндорфины, допамины И только, в принципе, их Разное количество И будет определять Счастье, влюбленность Депрессия, субдепрессия То есть даже по количеству, в принципе Уровней этих гормонов Мы уже можем говорить про человека Там счастливый он или нет То есть есть наборники При которых человек Счастливый он или нет А человек себя будет ощущать счастливым Да Ну да, я добавлю еще Что вот всякая гонка за удовольствиями Которая часто является подменой счастья Ну вот тоже вот человек думает Вот сейчас еще немножечко там Подпитаю себя как-нибудь Кто-то выигрывает Что-то где-то старается Да, кто-то еще Она очень сильно вообще истощает Нашу способность счастья чувствовать Потому что каждый следующий бонус Да, обесценивается очень быстро Поэтому, ну как бы вот такой вот путь Ощущение счастья в повседневной какой-то жизни Без гонки, да Он как бы более проверенный И физиологически И физиологически Счастье – это один миг Который мы потом очень долго смакуем Рефиксируем, помним, вспоминаем Хотим об этом рассказывать Или это продолженное состояние? Я надеюсь, что это продолженное состояние А вот скажите, пожалуйста Есть такой термин Адреналовые наркоманы Да, это, например, вот Военные корреспонденты Которые однажды побывали на одной войне И потом их все время тянет на другую Это люди, которые все время Связаны с какими-то экстремальными вещами И не могут уже без них жить Они действительно становятся наркоманами И без них не могут себя чувствовать счастливыми Что это? Это, в принципе Во-первых, это темперамент человека Это его физиологическая особенность Во-первых Да, то есть Я думаю, вы согласитесь Вот у интроверта и экстраверта, например Самое элементарное развлечение То есть у каждого работает другая нервная система Симпатическая, где адреналиновая Все, в принципе И у-вторых, парасимпатическая Где другие гормоны, опять-таки, выступают Тот же дофамин, например То есть вот те, которые адреналиновые Да, они действительно Они будут все время делать все Чтобы получать адреналин Они так живут Они так получают жизненную энергию Да, то есть они на этом будут То есть это просто вот статус такой Вот так человек родился Человек такой есть, да Но проблема в том, что Если он будет постоянно себя этому подвергать Организм у нас такой Если все время тыркать его То он в конце концов скажет Нет, все Я больше не могу выделять тебе адреналин Ты свои все резервы исчерпал Я просто не успеваю гормон адреналин Заново воспроизводить А ты уже все истратил Вот тогда уже начинаются именно проблемы Или это будет субдепрессия Или... То есть может пойти в другую крайность Вообще человека Поэтому... И периоды Вот сколько времени ты можешь накопить Достаточно Достаточно нейромедиаторов Для того, чтобы они тебе все дали Вот это вот ощущение Они увеличиваются Ну то есть Почему, например Существует там клиптомания Ну, как самый простой Они продолжают воровать А ощущение вот этого Ура, я обманул систему Я победил Они уже не могут его воспроизвести Вот у адреналиновых наркоманов У них тоже Ну то есть нечто похожее Только у них еще есть это Я выжил Ну и Я бы сказала все-таки Что у большинства из этих людей Почему им доступен Этот уровень удовольствия Потому что они с раннего возраста Каким-то образом Столкнулись с этим удовольствием От выживания Вот если мы как бы там Как-то оберегаем наших детей То они этого травматического опыта лишены Они вообще-то не знают Что такое выжить Удовольствие от того, что ты выжил Ну то есть можно себе представить Через что проходит человек Который много раз это проживал И поэтому люди придумали Моделировать эти ситуации Например там Игры последних героев Там и так далее Да, давайте всех закинем Куда-нибудь наметаем им остров Откнимем у них всю еду Всю одежду И заставим их друг с другом Играть в повелители мух Давайте послушаем дозвонившихся Очень много звонков Алло, здравствуйте Добрый вечер Мне 75 лет Я на пенсии Живу в социальном доме В квартире То есть у меня Класс-плата маленькая Я никому ничего не должна Ни мужу, ни родителям У меня их никого нет Я одна Я живу как хочу Хожу в чем хочу Ем когда хочу Сплю опять же когда хочу У меня вязание У меня кроссворды У меня книги Захотела, купила себе Какую-то безделушку Или тряпочку Или что-нибудь вкусненькое Не думая Что детям я должна Голодным Еще что-то такое Вот у меня такая Спокойная жизнь Можно сказать Но она счастливая для вас Для меня да Я очень счастлива Что я совершенно Свободна от каких-то Обязательств Перед работой Перед всеми родственниками То есть я живу За себя уже На старости лет Хотя бы Вот некоторые люди Умирая Говорили Что они для себя Так и не пожили Очень сокрушались Я считаю Что я счастлива Спасибо Мы вас поздравляем Это здорово Очень рад за вас Алло Здравствуйте Слушаем вас Добрый день Меня зовут Александр Знаете Вот все-таки Каждый индивидуум Уникален И естественно Представление И о счастье И о многих других Таких вещах Наверное Очень субъективны И в самом деле Носит индивидуальный характер Вот как я решил Для себя Вот эту Эту проблему Эту формулировку Знаете Когда-то давным-давно Значит Я написал Своё представление О счастье Что такое счастье И потом Вносил просто Какие-то Корректировки Это сообразно Своим Наверное Жизненным опытом Или событиями Которые вокруг Меня окружали И вот Наверное Последние лет Двадцать Не вношу туда Никаких изменений То есть Вы двадцать лет Уже абсолютно счастливы Нет Не счастлив Я просто могу Как говорится Попасть в это состояние Если захочу Да А представление О счастье У меня такое Где бы я ни находился Что бы я ни делал Если я думаю О прошлом И не испытываю досады А думая о будущем Не испытываю тревоги Я нахожусь В состоянии счастья Понимаете И вот я Чувствую Значит Что это самый нормальный Для меня Приемлемый вариант Спасибо большое Очень интересно Да В общем-то Это совпадает И тот и другой Звонок Отчасти совпадают И с теми критериями Которые уже выработаны Для индекса счастья Это во-первых Свобода Как звонила наша слушательница Свобода Обязательные условия Счастья Свобода Делать свой выбор Свобода выбора Именно Свобода выбора На ней не давляет ничего Ни муж Ни родители Ни дети Ни внуки И второе Это вот такая стабильность Не ожидание Плохого От будущего И не сожаление О прошлом Все Это Пока вот У меня это Немножко по-другому Я путем сложных Размышлений пришла Я считаю Что Счастье Это большой труд Это очень большая работа Потому что Когда ты говоришь Что счастье Это здоровье У тебя должна быть Культура ухода за собой За своим здоровьем Если ты говоришь Деливает сам себя Не внешние обстоятельства А сам себя работает над собой Растет И удовлетворение от этого Тоже самое высокое Когда ты побеждаешь себя Проще победить Какие-то внешние даже обстоятельства Труднее всего Победить свои привычки Свои стереотипы Свои недостатки Которые для тебя Являются недостатками Вот как-то так Мне кажется Да Представляете Если кто-то На самом деле Испугается Этого всего Этих всех критериев И здоровья Нет у меня сил Это все делать Не буду я счастливым А может быть Наоборот скажет Обесценит это все Скажет Слушайте У вас такие критерии А я уж как-нибудь сам И вот этот Скупил Вечером Футбол посмотреть И с друзьями Покурить Ну например Да Ведь это же тоже Может быть счастье И это будет Свободный выбор Естественно Это тоже свободный выбор А можно вырастить счастье Ну то есть Вот оно было Какое-то маленькое А потом ты его Унаваживаешь Унаваживаешь Как ты его окучиваешь Там я не знаю Как сама садик Я садила Сама буду поливать Ну вот И можно его вырастить Ну то есть Сначала было просто удовольствие А потом бабаться И счастье Так Вот здесь тонкие переходы Я не знаю Они там могут быть Для всех по-разному Да Но то, что точно Можно тренировать Навык быть счастливым Как и навык быть несчастным Да То есть Это Это прямо научно доказано Вот есть там Ученый Селигман Его книжки Можно изучить Он предлагает Конкретные рецепты Но самое главное Это конечно То что ты Что ты в целом И Очень важно понимать Да Что у нас Мозг устроен таким образом Да Что самые тренируемые Вот там Связи между нейронами Да Они самые устойчивые Поэтому если в каких-то ситуациях Мы уже чувствуем удовольствие И мы будем тренировать это И удовольствие Не как бы не адреналиновое Такое Да А вот просто Чувство контакта с жизнью Там Да Чувство радости То хорошо бы Практиковать это У меня вот есть Один пример Знакомый Который Все время Всем недоволен Все не так Вот это не так И еда невкусная И море плохое И люди какие-то Говно вообще вокруг Фу-фу-фу Вот И я все время Думала Что ж так Вроде бы все неплохо У человека-то Ну вот По внешним таким признакам Неплохо все у человека А потом мне объяснил Другой человек Говорит Понимаешь Просто не научился жить Вот вообще Жить не научился То есть он все время Какие-то мелочи Что-то Какие-то Дрязги Вот А вот так вот Чтобы сесть Подумать А жизнь-то прекрасна Вот И вот я вот Тут с Леной Немножко в разрез Пойду От своего Ощущения Что такое счастье Я больше соглашусь С Машей Мне очень понравилось С чего вы начали Что Это больше Про благодарность То есть про благодарность Вот ты проснулся У тебя ничего не болит Клево Это вообще здорово Это уже счастье Или есть таблетка И больше ничего не болит Тоже хорошо Или таблетка Вот Или таблетка Отличная Есть Которая И у тебя через 5 минут Уже тоже ничего не болит А потом ты раз Вышел там Я не знаю На улицу Погулять с собакой Или просто на берег моря Или куда угодно Кофе вкусный Выпил И ведь тоже Ведь уже счастье То есть оно Не должно быть Каким-то Глобальным То есть Вот мне кажется Это такая Переоцененная История Которой Вот все должны Вот как сейчас Все должны быть Очень успешными Вот ты не можешь быть Простым человеком Вот ты не можешь Пойти на завод Работать Мне кажется уже Мышление меняется А мне кажется Что нет А мне кажется Что вот у тебя Какие-то коучи бесконечные Которые за бешеные деньги Тебя учат тому Что ты должен понимать Что встань и иди Окей Спасибо Доктор А вы заметили Как часто питерские И московские Произнесли сегодня Слово море Маша Думаю Мы присоединились У меня вопрос А море Да Море это вообще Город счастья Мне кажется Да Это по-моему Гормон тоже счастья Но Зависит ли Ощущение Счастья От красоты Окружающего мира И от природы Вот Мы Глазами посмотрели Там цветы Или там глухая Кирпичная стена Вот Влияет это как-то Конечно Во-первых Свет влияет на нас Если это искусственный свет У нас опять-таки Другая гормональная система Мелатониновая Она уже на Дневной свет По-другому будет Мозг реагировать Чем на искусственный свет Там Если красота Тоже Вот Цвета Все вокруг Это очень стимулирует То есть это еще От нас тоже зависит Сколько мы цветов Посадим Даже если вы сидите В офисе Будем обихаживать В пространство В котором мы живем Конечно Даже сидя в офисе Надо купить себе Красивый Кактус Или фикус Я добавлю еще Что опять-таки Это кто что натренировал Какую красоту Видеть Потому что Для кого-то красота Это рабочий район Да Рабочий окраин А для кого-то Венеция Разные тоже люди У математиков Вот это вот Восприятие красоты Оно также срабатывает В той же зоне мозга Что у людей Которые наслаждаются Там шедеврами искусства Или пейзажа Когда они видят Красивую формулу Ну то есть я уверена Что в других профессиях Это тоже существует Ну конечно Естественно так и есть Я только что встречалась С музыкантами Которые мне С восторгом рассказывали О том Как они были на концерте Других музыкантов И говорили Это божественно Это было что-то неповторимое Говорят Ну ребята Вы сами тоже неплохи Да ерунда Вот они Вот да Давайте еще послушаем У нас тут разрывается Телефон Все хотят сказать О своем счастье Говорите пожалуйста Мы вас слушаем Добрый вечер Добрый Хотел спросить Такой вопрос Вот как Как вы считаете Любовь Это обязательный Компонент Счастья Или Или нет А вы счастливы? Все Включился Ну Ну так Трудно Ну Не все время Однозначно Это меняется Ну хорошего вам Времепровождения Счастья Которое для вас Все-таки будет важным Ну Что про любовь скажем? Для разных людей По-разному Потому что У кого-то Опыт любви Травматичный И они будут стараться Его избегать И получать счастье Каким-то другим образом Например Но вообще Вот опять-таки Моей любимой Теории привязанности И так далее Близкий Человеческий Контакт Он Меняет Биохимию Крови Например Он уменьшает Уровень Кортизола Есть такой Гормон привязанности Окситоцин Может быть Есть что сказать Да Вот скажем Если человек Оказывается В пространстве С незнакомыми Людьми С высоким уровнем Стресса Кортизола Соответственно То он интерпретирует Окружающие лица Как агрессивные Недоверчивые Угрожающие ему А если ему При этом Добавить дозу Окситоцина Через человеческий Контакт Или на химическом Уровне То он начинает Распознавать мимику Более благополучно Он видит Что к нему Могут относиться Хорошо Например И так далее Ну как вот Один из И тогда конечно же Он счастливее То есть на войне Просто всем нужно Давать окситоцин Влюбленность Это особое Состояние Организма Конечно Это Правильно говорили Биохимически Это действительно Состояние И скорее Нейромедиаторное Состояние Оно даже Характерно Есть для любви Определенной Опять таки Дозировки Нужных нейромедиаторов А нельзя дать Какое-нибудь Лекарство И человек влюбится А зачем Типа Преворотная зелья Можно составить Ну как бы Обстоятельства Таким образом Что он почувствует Более предрасположенным Себя К любви с кем-то Но с кем-то У него не возникнет Никаких Да То есть Картизоловая комната Это не самое Крюшное место Для любви Давайте послушаем Еще звоночек Алло Здравствуйте Алло Нету звоночка Хорошо Ну На самом деле Про любовь Хочется побольше поговорить Потому что Она Она Совершенно Желаема В основном Всеми Ну Кем-то достижима Кем-то недостижима Очень большие надежды Возлагаются На Фармакологическую Индустрию Очень многие люди Потому что Как мы уже привыкли К тому Что на все Есть какая-нибудь Одна большая Красная таблетка Вот ты выпил Там какую-то Красную витаминку У тебя немножко Повысился Индекс Твоего личного Счастья Потому что Тебя Ну не знаю Отпустило Плохое настроение Или отпустила Головная боль Вот Может ли быть Такая таблетка Которая тебе Позволяет Ну вот Переживать Все невзгоды Все невзгоды В семье То есть У тебя уже Есть любовь Да Ну понятно Как Любая Любая коммуникация Она может Сталкиваться С какими-то Проблемами Семейными Да Что-то там Наткнулось На быт Что называется Лодка Вот И тогда Случаются Уже Какие-то Серьезные Проблемы Которые Вырастают В другие Серьезные Проблемы Вот это Понакатанное И вот То что Слушатель Спрашивает Обязательно Ли Компонент Счастья Это любовь Ну я не про это Хотела Ну хорошо В том числе И семейная Лодка Наткнулась На быт И вот Это Особое Состояние Биохимического Организма При влюбленности Вдруг закончилась Это биохимия Любовь Перешла В другую Стадию Биохимия Закончилась Многие Воспринимают Это как Конец Любви И Наверное Поэтому Задают себе Вопрос Обязательно Ли Эксперты Ваше Слово Во-первых Вообще Про любовь Разные люди Думают Очень разные Вещи То есть Подразумевают Под любовью Очень разные Вещи Поэтому Универсальной Таблетки Точно быть Не может А вот Как мы Можем Справляться Я бы Думала Что здесь С одной стороны Вот идет Это биохимическая Влюбленность С другой стороны Наша способность Переживать Близость Даже В тех Отношениях В которых Мы находимся Давно Но Помним ли мы Что мы их ценим Там например И в какие моменты Мы помним Что мы их ценим И Мы можем Восстанавливать Эти отношения И в том числе Вот эту вот Эйфорию В какие-то моменты Сколько бы лет Мы не были в отношениях То есть И вот про это Сейчас очень много Идет Работы И Ну Я даже не знаю Тут огромный массив данных Которые Сколько у нас есть времени Я не уверена Что я готова Быстро Можно об этом Говорить Еще не раз Да Вот Но Самый простой Пример Вот Постсоветская Культура Которая Вся заточена На выживание У людей Доминанта Про выживание Про быт Про что-то еще И гораздо меньше Ориентации на партнера Вот например Западные исследования Ну видимо В более благополучных Ну там Исторические Семьях Да Показывают Что Там Отношения Первичные То есть Вообще У людей Которые Чувствуют себя Счастливыми Да У них Как правило С отношениями Все лучше Так вот Как просто Измерить Качество Отношений Например Один партнер Обращается К другому И говорит Смотри Что-то там За окном Допустим А тот говорит Отстань Не до тебя Да Вот В хороших парах Вот Он один Из десяти Так Ну Обращений Он отреагирует Таким образом Ну то есть Отвергающим Каким-то А в плохих Ну там Или не таких Хороших парах Там Ну как бы Совсем другие цифры И вот На Ну как бы В российской культуре Это будет скорее Ну там Три из десяти Позитивных реакций Вот Даже если мы просто Будем работать Над такой математикой Обращая внимание На То есть больше Внимания Родным и близким Да Обращая внимание На их потребности В нас Да Как бы То уже будут Счастливее Люди И ресурснее Вокруг Майя А гены Каким-то образом Определяют Счастье Ну вот У тебя был Пример Там Хороший Там Очень счастливый Брак у родителей Там Или у каких-то Твоих очень близких Вот И вот оно как-то Если смотреть Именно на уровни Рецепторов Чисто физиологически Если смотреть Конечно Это все Перерождается Даже вот Та же зависимость Она перерождается Например Да То есть Вся чувствительность Каждого из этих Нейромедиаторов Рецепторов Все это передается Мы что-то получаем Не факт что мы это Сразу получаем Вот прям вот Сто процентов Там Папа у меня всегда Счастливый Я всегда буду счастливой Это обычно Комбинируется Со всех этих генов Но конечно Это определяет Можно сказать Что счастье на каком-то уровне Даже и генетика Тоже определяет Может быть Тот человек Который Вы говорили Что все не так Море не так Запах не так Это не так Может быть У него просто генетически Уже Меньшая чувствительность Рецепторов Может быть Им надо Больше Гормона Конечно Учитывая возраст Того человека Да Конечно Там это было Советское прошлое Голодное Совершенно ужасное Там и так далее Есть опять-таки Другие люди Которые чувствовали себя Естественно Вот у меня Например Тоже есть Прекрасные друзья Восемидесяти трехлетние Которые Ну просто Заряжают Своей энергией Заряжают Своим удовольствием Проживать Каждый день И на айфоне Чувствуешь себя Немножко так Старичком Так Ой Что-то я это Зря сегодня Кажется Говорила Что у меня Плохое настроение Потому что Люди 83 года Эй-эй-эй Давайте День прекрасен Давайте гулять Вот Им может быть Надо Меньший уровень Необходим Меньший уровень Эндорфинов Чем Другому человеку И они Действительно Могут В какой-то Абсолютно Спокойной На хорошей жизни Найти уже Своё счастье Ну то есть По анализам Можно сказать Счастливый человек Или нет 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 Нельзя Может быть Поэтому у нас Есть разработка Индекса счастья Потому что Мы Врачи Не могут Ничего Определить Только В тисто Таких Лабораторных Условиях Да Как вы Тоже Рассказывали По научным То есть Так Скорее Да Биохимический Анализ Крови Они довольно Слишком большой Разброс Бывает И мы Не можем На 100% Только на них Упывать Можем По вероятности Прикинуть Опять По витамину Д По воспалительным Процессам Вроде Уроки Как Съединие Единственное Воспалительный Процесс Это признак Несчастье Но если Хроническое Воспаление Будет То труднее Конечно Счастливая Но мы Попробуем Себя Чувствовать Счастливыми Мы будем Стараться Чего и вам Желаем С нами были Мария Шмихина Майя Гуревич Лена Лукьянова Кюль Писпинин Впереди Выходные Счастливые Я вас Уверяю Хороших Вам Выходных Ведите Себя плохо